Всем привет! В общем на этот раз я буду снова шить вот такую сумку на пояс Дело в том, что у меня уже есть такое видео на канале о пошиве данной сумочки Но я решил чертежи немножко переделать То есть порядок сборки и принцип сборки будет отличаться И сразу скажу, что чертеж будет также в свободном доступе В описании под видео размещу Поэтому можете забирать, шить Но перед шиванием изделия обязательно выкройте, проверьте на размеры, чтобы не испортить кожу Для пошива сумок я буду использовать вот такие вот бричные ремни Которые я купил на Алиэкспресс Сразу скажу, что по качеству это обалденные ремни То есть стропа очень мягкая При этом очень плотная, толстая и чрезвычайно прочная То же самое касается вот этой быстросъемной пряжечки И ею пользуются просто одно удовольствие Она вот таким вот образом отстегивается и таким вот образом застегивается Ссылки на места, где я покупал эти ремни я оставлю в описании под видео Можно будет по ссылочкам пройти и посмотреть Вот у меня 6 файлов выкройки в формате PDF Если открыть, допустим, любой файлик, то видно, что здесь есть детальки Я сейчас уже 5 деталей распечатал Распечатаю шестую И, в общем, открываю я файлик с помощью программы Adobe Acrobat Reader И печатаю При печати я смотрю, чтобы масштаб был 100% У меня написано, что это реально размер То есть у меня соответствует это 100% масштабу После того, как выкройки я распечатал, их необходимо проверить Для этого я открываю еще один файлик PDF, который называется Размеры сумка на пояс жесткая кожа Ну, в данном случае И здесь как раз в файлике находятся эти детали Уже в другом масштабе Именно вот этот файл создан для того, чтобы сверить все размеры Для примера предлагаю проверить размер вот этого чертежа То есть беру линейку, смотрю файлик И в файлике видно, что расстояние вот от этого уголка до этого уголка Составляет 245,5 мм Беру линейку и начинаю на чертеже все это проверять У меня расстояние составляет 245 мм И плюс там где-то 1 мм Дело в том, что у меня принтер дает погрешность Где-то на 1-1,5 мм на всю длину В данном случае это не критично Просто потому, что все детали расположены у меня горизонтально Поэтому даже если есть такая небольшая погрешность Детали все сойдутся между собой, все будет хорошо Высоту эта деталь должна составлять 8 см Также мерю Здесь все идеально Равно 80 см Все детальки я уже вырезал Те детали, которые нужно было между собой склеить Я их склеил То есть склеиваю я их посередине Для этого здесь расположена вот такая вот линия Для одной сумки я уже наклеил все вот эти вот детали на кожу Использую для этого малярный скотч Сейчас я начну пробивать отверстия Потом детали вырезать По сути на эту сумку кожи требуется не так уж много Если вот я сейчас компактно разместил все эти детали То если по линейке посмотреть Фактически они умещаются в 38-39 см Скажу по ширине И пожалуй по длине это будет сантиметров 47-48 Сейчас я уже приступаю к пробиванию отверстий Можно здесь кстати использовать например шило Можно использовать вот такой одинарный пробойничек С круглым пробоем Иногда я использую такие пробойники Пробойники ПГФ Но сейчас кстати я их использовать не буду Просто потому что мне нужны другие отверстия И именно здесь для пробивания я буду использовать вот такой пробойничек Который я сделал сам Переточил его из ромбовидного пробойника Почему хочу использовать его Просто потому что он сделает отверстие намного меньше И я буду шить эту сумку Шивать тонкой Крученой вощеной нитью толщиной 0,55 мм То есть я хочу попробовать добиться Ну более красивого шва что ли Эту деталь можно уже пробивать Не таким вот пробойничком С тонким зубом А можно использовать такой пробойник ПГФ Итак все отверстия на деталях я пробил Сейчас нужно эти детали вырезать Но прежде чем вырезать детали Необходимо не забыть вырезать вот эти места под молнией Я решил использовать пробойник на 15 мм Вот здесь вот расстояние между линиями То есть вот эта прорезь под молнию Она составляет 13 мм Я взял на 15 Стронки 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 итак детали все я вырезал в принципе смотрятся они довольно таки красиво сейчас начинаю я их подготавливать вот я начал формовать вот эту деталь то есть вот допустим у этих деталей двух необходимо край загнуть край загибать конечно нужно поаккуратнее используя пассатижи с наклеенной кожей и начинаю краешек я под загибать с помощью пассатиж конечно для этого нужен небольшой навык ну я думаю ничего этом сложно такого прям нету вот на этих деталях я начну обрабатывать края здесь нужно будет обработать края так вот отсюда вот от этого шва и до этого шва здесь тоже самое от этого шва и до этого шва здесь также перед сборкой вот эти края нужно обработать то есть от шва до шва вот этот край и от шва и до шва и также вот этот край я надеюсь смысл понятен начал я уже вот эти детали примерять к различным молниям кремням и я скажу что сочетание различных цветов очень красиво смотрится вот допустим данном случае я использую бордовую молнию и видно что реально на контрасте прям вид становится такой оригинальный если взять бордовый ремень и всю эту сумочку собрать бордовый молния с бордовым ремнем то будет шикарно но проблема в том что у меня только есть коричневый ремень бордового ремня на алиэкспресс допустим я в принципе не нашел только коричневый ну я как бы не парюсь сильно я же продуманный поэтому заранее взял коричневую молнию что тоже принципе очень даже сочетается то есть на контрасте все это смотрится красиво то есть обалденно но у меня задумка изначально было сделать сумку почти в одном тоне в одном цветовом тоне я поэтому буду использовать классические цвета более-менее схожие между собой то есть вот такую светлую молнию и светлый ремешок особенно мне понравилось вот это сочетание так называемая blue orange но это в кинематографии так применяется вот этот терминология сочетание синего и оранжевого или сине-желтого вместе с ремнем мне этот вариант тоже очень понравился поэтому концу видео я не знаю что в итоге получится я имею ввиду какие комбинации но комбинации мне уже много набралось штук девять наверное различных цветов и я сижу сейчас голову ломая часть детали я уже обработал то есть здесь сделал формование также здесь здесь уже прошелся кромку кромкорезом фаскорезом кто как называет с обеих сторон то же самое сделал с эту деталью здесь прошелся и сейчас до обрабатываю эту деталь просто решил показать а то многие скажут что я не умею кромкорезом работать поэтому на всякий случай показываю хотя может быть кстати мы правда не умею работать сейчас я буду края заполировать для этого использовать буду клей к мц разведенной в воде обойный клей обычный и здесь нужно обработать как раз те края которые я прошелся фаскорезом или кромкорезом то есть фактически я обработаю вот эту часть вот эту вот этот край вот этот вот этот и вот эти вот два края в общем нанес клей к мц беру с литер и просто затираю я думаю уже многие знают как все это делается в общем краешек получается гладеньким затертым монолитным и красивым можно подождать немного когда он высохнет и потом взять тряпочку с воском и аккуратно края еще натереть получится небольшой переход здесь то есть своего рода так называемая амбре и край будет смотреться еще красивее сейчас можно уже начинать приступать пошиву сумки сшивание всех деталей но перед этим я хотел бы сначала нашить лейбл предыдущем видео я уже показал как это делать то есть я беру вот эту бумажку из выкройки вырезаю посередине прямоугольник чтобы можно было ровно выставить и это все нужно закрепить малярным скотчем и и и и и и и и и в общем вот эти детали я уже собрал шил молнии вот в этом месте лейбл я перешил просто потому что здесь лейбл все-таки темновато смотрится ну такой участок кожи и все это выглядит не очень красиво а вот именно когда лейбл более близок к цвету как бы смотрится это поинтереснее также вшил молнию при пришивании старался шить очень аккуратно не стягивал кожу здесь вообще то есть аккуратно затягивал если кожу перетягивать при вшивании молнии то она пойдет волной если сделать все правильно то молния будет прямой будет смотреться все это дело красиво в общем сейчас я уже начну вот эти детали между собой шивать буду шивать именно вот эти две как здесь определить где здесь начало от стыковки именно этих деталей просто нужно прислонять эти детали друг дружке и посмотреть чтобы вот этот линия как бы шла по одной траектории если будет смещено то естественно это неправильно и дело в том что я прошиваю каким образом я докалываю отверстия многие наверное уже слышали про то как шилом докалывают отверстия особенно это часто встречается при работе с пробойниками с косым зубом под французский шов причем с дорогими пробойниками я также использую этот метод если мне нужен прям аккуратно аккуратно шов но я допустим данном случае использую самодельное вообще шило которому я уже даже не помню сколько лет да кстати шлю здесь все швы без узелков то есть узелки я здесь не вижу я здесь данном случае делаю обычный прямой шов без узелка сейчас необходимо пришить вот эту нижнюю деталь причем порядок сшивания то есть как я сейчас показываю не обязательно чтобы он был такой именно я его продумал и делаю так как неудобно в данном случае я сначала пришью вот эту точнее пришел вот эту деталь сейчас буду пришивать вот эту далее уже будет необходимо вшить вот эту перегородку вшивать я буду именно вот таким образом то есть загибы идут сюда на эту сторону внутреннюю перегородку я уже вшил сумка еще больше приняла свою форму шовчики стараюсь сделать максимально аккуратно в принципе так они и получаются сейчас уже нужно будет пришивать вот эту заднюю деталь я начну пришивать снизу то есть вот здесь и буду пришивать не от самого уголка то есть вот здесь вот виден уголок я буду пришивать именно вот от этого отверстия я уже сшиваю вот эту верхнюю часть посередине шить здесь очень удобно то есть я просто беру с открытой молнии таким образом кожу и шилом докалываю отверстия и просто шью стежок за стежком но дело в том что здесь не все так просто шить удобно начиная вот от этого места и заканчивая вот этим местом вот именно вот эти уголки вот здесь вот прошить крайне сложно просто потому что здесь тяжело ли иголкой подлезть то есть если иголкой продеваю она приходит по прямой и засунуть руку в сумку даже через молнию крайне неудобно в общем придется вот на этих участках довольно таки сильно помучится заднюю стенку я уже пришил оставил вот эти уши то есть я их пока вообще не трогал не прошивал ничего дело в том что я сейчас буду вшивать ремень сумку я уже собрал сейчас покажу как устроен ремень здесь на самом деле конструкция довольно таки простая все очень просто то есть на один конец ремня я поместил рамку вот такую с перегородкой потом взял ремень продел в пряжку вот таким образом ну и соответственно зад ремень вернул провел через рамку и здесь конец пришил к сумке то есть это классическое крепление но так как если бы допустим я дел ремень из кожи я думаю принцип понятен сам ремень работает про просто довольно таки беру пряжку и вот таким образом и расстегиваю несмотря на легкость расстегивания это пряжка довольно таки прочная довольно таки хорошо держит нагрузку то есть можно взять вот этот ремень допустим взять повиснуть на нём и не пряжка не ремень сам они не порвутся не сломается просто потому что реально сделано это все очень добротно При этом вес у пряжки довольно-таки большой Я думаю, грамм 100, наверное, будет И это небольшой недостаток Но при ношении, допустим, на поясе Это не чувствуется, в принципе То есть, так руками это чувствуется Что пряжечка увесистая Реально тяжелая Но если, допустим, на себя сумку одевать То это вообще не проблема Еще раз покажу, как пряжка работает Все довольно-таки просто То есть, просто нажимаю Вот на эти рычажки И пряжка расстегивается Мне этот ремень очень понравился Просто потому, что он и сделан качественно То есть, сама вот это плетение Сама ткань здесь То есть, само вот это полотно Оно довольно-таки мягкое, прочное На ощупь это все дело приятное Одно мне не понравилось Это прошивать этот ремень Просто потому, что нитка ложится как-то неровно Стежок получается кривой И я много-много времени потратил, например Чтобы ремень прошить таким образом Но потом я поменял, кстати, стиль прошивания Стал прошивать просто вот таким двойным шовчиком И оно и выглядит красиво И меньше проблем доставляет В общем, по ремню показал сейчас по самой сумке Сумка отлично держит форму Мне нравится, как она выглядит Один недостаток Если шить, допустим, эту сумку Вот с такой же толстой кожей Здесь толщина кожи 2,2-2,4 мм То ей не совсем комфортно пользоваться Просто потому, что рукой сюда залазить Ну, не совсем удобно Кожа упирается Она довольно-таки грубая И поэтому, если шить эту сумку На заказ или для себя Я, наверное, бы рекомендовал Использовать Ту кожу толщиной порядка 1,8 мм Ну, до 2 мм Может быть, даже еще потоньше Сейчас я покажу Два других варианта Которые я тоже сделал Также шил вот такую сумку Здесь я использовал кожу крас Толщиной 1,5 мм Я думаю, сумочку надо показать поближе При этом видно, что кожа довольно-таки мягкая Сумку можно даже мять Но сумка, несмотря на всю эту форму Свою держит При этом С такой мягкой кожей Можно очень легко И комфортно этой сумкой пользоваться То есть, без каких-либо проблем То есть, фактически, можно для пошива такой сумки Использовать даже крас Толщиной, допустим, 1,4 мм 1,5 мм 1,5 мм То есть, это будет не критично И возможно такую сумку собрать Можно также использовать и галантерийную кожу Не толстую, также мягкую И, по идее, она также должна форму держать Но это надо проверить, конечно Здесь ремень я сделал по такому же принципу То есть, один в один Все то же самое Но, кстати, фишка есть одна интересная Я ремни заказывал с двух мест Вот это один ремень я заказывал с одного места Вот эти два ремня Один синий-коричневый Я заказал с другого И здесь, допустим, вот эти рычажки На ремнях Вот этот и вот этот Они отличаются по форме Здесь видно рычаги Они вот такой формы Здесь Вот такой И сказать, что Вот это отличие какое-то является существенным Влияет на функционал На качество Внешне эти пряжки, можно сказать, почти одинаковые Я в них сразу разницу даже не увидел Не заметил То есть, по функционалу это одно и то же Вот Сама третья сумка Которую я сделал из кожи толщиной 1,8 мм Это кожа довольно-таки Плотная, вязкая При этом То есть, она мягенькая Но сумка хорошо также держит форму Как и при использовании краста И также С такой кожей сумочкой пользуется одно удовольствие Просто потому что Кожа мягкая Легко поддается изгибам Там и прочее И после того, как сумку я, допустим, застегнул Она хорошо держит форму И смотрится, конечно, так же обалденно Здесь все то же самое по ремню То есть, абсолютно одинаковая конструкция Да, я чуть не забыл сказать Здесь, когда я рамку пришивал Изначально я пришил вот таким швом Ну, то есть, вот такой вот рисунок здесь сделал А потом все это дело упростил Начал просто пришивать двойным шовчиком И вот этот вот Конец ремня закрепил просто двумя стежками Все это держится довольно-таки хорошо Смотрится красиво и аккуратно Поэтому, может, кому-то пригодится Можно вот эту ременную полосу Вот таким образом пришивать Мои рекомендации по поводу Используемой кожи для этой сумки Я бы рекомендовал использовать кожу Толщиной 1,8 мм Но при этом, чтобы она была мягковата То есть, не грубая, не как картон А именно мягковатая Вот это будет самый оптимальный вариант Для такого изделия Если использовать кожу толще Она, сумочка, получится Будет смотреться красивее даже немного Потому что форму хорошо держит Но ей пользоваться будет не так комфортно То есть, еще раз покажу Рукой сюда подлазить, но не совсем удобно Можно также использовать кожу, которая тоньше Которая мнется, ничего страшного Сумка также будет комфортная При этом будет максимально держать свою форму В общем, выкройка рабочая Можно ее использовать Главное только быть внимательным Выкройку проверять Обязательно это делайте И сейчас я сделаю сравнение двух сумок Вот эту сумку я изначально делал в другом видео Ее использует моя жена Я скажу, что я сам ее уже одевал два раза И сумка реально удобная Я ей попользовался Поэтому решил модернизировать ее Сделать ее покрасивее В общем, сразу видно их отличия То есть, вот эта, конечно, сумочка Смотрится поинтереснее Но скажу, что и вот эта модель Когда на человеке одета Она смотрится довольно-таки красиво То есть, ничего такого плохого По ней я сказать не смогу По функционалу сумки я считаю Это идентичные, то есть, одинаковые Несмотря на то, что здесь край Он загнут внутрь А здесь остается он снаружи По сути дела, это одна и та же модель Можно так сказать Конечно, здесь я пересчитал Переделал вот эти места Еще одну вещь скажу Здесь я, кстати, экспериментировал С расположением вот этих собачек То есть, вот на этой сумке, допустим Собачки расположены с этой стороны На этой сумке, например, вот с этой На коричневой сумке я повторил То же самое, как на синей И скажу, что разницы вообще нет Абсолютно никакой Просто потому, что если нужно сумку расстегнуть Я двигаю собачку вправо Или застегнуть влево Здесь наоборот То есть, по сути дела, все равно два движения И какая разница, в какую сторону Вообще не имеет значения Я думаю, реально это будет как-то играть роль Играет роль Это абсолютно точно я скажу Когда вот эти собачки расположены В разных местах Если вот эта собачка будет здесь При закрывании Здесь, это здесь Это крайне неудобно Крайне напрягает, нервирует Поэтому так не надо делать Вот с одной стороны делать Но с какой Особо не имеет значения Имеет значение, если у человека Такая сумка уже была И он привык к расположению этих собачек Вот как-то так То есть, привык он, что Закрывает сумку в эту сторону То лучше ему, конечно, сделать Такую же сумку Сейчас, собственно, по фурнитуре Вот эти рамки Они сделаны из металла Они покрашены такой прочной краской Которой Просто так даже ногтем не ободрать Ну, в общем Рамочки очень качественные Я их покупал лоптом Брал их 10 штук Там есть и 20, и 50 вроде как И, в общем, рамочка обалденная Размерность у нее внутри идет 38 мм При этом можно на Алиэкспресс посмотреть Разного размера Скажу, что качество мне очень понравилось На эти рамки я оставлю ссылку В описании под видео Также вот на эти ремни Я оставлю ссылки в описании под видео Причем на те два места, где брал Один ремень, точнее Два ремня я их покупал По 7, там 6 копейками долларов То есть в районе от 6 до 7 долларов Что считаю очень дешево Эти ремни реально можно использовать Не обязательно для вот таких сумок Их можно использовать прям по прямому назначению Там джинсы вдеть Поэтому я, наверное, себе еще ремешки такие возьму Если не захочу кожаный ремень таскать Хочу там налегке быть Я возьму и буду вдевать вот такие ремешки По пряжкам Пряжки идут вот эти В данном случае на 38 мм Есть пряжки еще на ремни 50 мм 50 мм Это будет очень большая массивная пряжка Я бы не рекомендовал ее брать Наверное То есть вот эти 38 мм На мой взгляд это оптимальный вариант На 50 мм Но реально слишком такая большая бандура Есть пряжки маленькие То есть на 30-20 с копейками мм На них я тоже ссылки в описании под видео оставлю Но они стоят дороже То есть есть пряжки отдельно продаются Такие прям точно такие же Но они стоят дороже Есть такой же вариант Есть большой И есть маленький Это нужно учитывать Но в общем ссылки все оставляю В описании под видео Еще раз повторюсь В самом начале говорил Выкройка на эту сумку На эту модель Она будет бесплатная Я ее сейчас еще раз подкорректирую Подправлю Перепроверю И также в описании под видео Оставлю ссылочку Да чуть не забыл Самое главное сказать Эти сумки все продаются Кому какая сумочка понравилась Вы можете ее купить Пишите мне на почтовый ящик Он находится в описании под видео Также на странице ВК Оставлю ссылку Напишите если захотите купить Ну в общем на этом все Всем спасибо за просмотр До следующего видео И до свидания Продолжение следует